Сирийская армия при поддержке российской авиации наступает на террористов сразу по нескольким фронтам. Значительных успехов удалось добиться в провинции Латакия. На днях там освободили стратегически важный населенный пункт Сальму. Там смогли побывать российские и иностранные журналисты. Репортаж Александра Батухова. Сальма это даже не город, это небольшой населенный пункт. И вся его значимость исключительно только в местоположении, поскольку он находится близ турецкой границы. А для боевиков это было очень удобно. Они могли беспрепятственно ее пересекать и сюда из Турции поступали и медикаменты, и продукты, и подкрепления, и боеприпасы. Когда-то этот поселок считался курортным. 850 метров над уровнем моря, плантации яблок, оливок и вишни. Для террористов Сальма была местом пересечения основных дорог в этом районе. И в чьих руках поселок, у того здесь абсолютная власть. Сальма больше трех лет находилась в руках боевиков. И судя по тому, как разрушены здесь дома, бои за этот населенный пункт были нешуточные. Но сейчас он находится полностью под контролем сирийской армии, о чем, например, свидетельствуют развешенные везде государственные флаги Сирии и портреты президента этой страны. Крупнейший город в Сирии, Латакия, находится от Сальмы буквально в 50 километрах. И по сути, это была главная цель находившейся здесь группировки боевиков. Большинство из которых принадлежали к террористической организации Джабхат-Ан-Усра, запрещенной в России. Угроза захвата Латакии, где находится крупнейший в регионе морской порт и аэропорт, существовала до последнего времени. За Сальму бились несколько тысяч боевиков. Это серьезная сила. Это была не шутка. Поскольку мы поняли, они очень хорошо вооружены. Они не только добровольцы. Это профессионалы. Там есть профессионалы, по меньшей мере. Те, которые руководят, это не так называемые исламские фундаменталисты. Это люди, которые знают, куда идти, как воевать. С этой точкой зрения согласились многие журналисты из зарубежного пула, приехавшие посмотреть освобожденную Сальму. После увиденного для них стало очевидным, какую помощь оказала Россия для решения сирийской проблемы. Без военных операций российской армии было бы просто невозможно это сделать, освободить эти поселки. И особенно это стратегическое место, поскольку это очень важно для Сирии. Эту поездку в Сальму для иностранных журналистов тоже организовали российские военные. Они же отвечали и за безопасность, поскольку линия фронта проходит недалеко от этого поселка. С момента освобождения Сальмы прошло уже больше 10 дней. И за это время несколько сотен жителей вернулись в поселок, где постепенно налаживается мирная жизнь. В Сальме уже заработала администрация и пункт медицинской помощи. Ведем ремонт некоторых домов, которые лучше всего сохранились после боевых действий в этом населенном пункте. Зухер Иса вернулся сюда два дня назад. Сальма – его родной город. Однажды ему уже приходилось покидать родину. Высшее образование он получил в Советском Союзе. Говорит, когда сюда пришли боевики, прежняя жизнь закончилась. Масса террора убивали все людей, кто не был согласен с их идеей. И они убивали многие жители этого города. И мы были вынуждены уехать в атаку, в центре атаки. Вместе с Сальмой уже освобождены еще четыре поселка, расположенные в этом районе. Но теперь главная цель сирийской армии – взять под контроль границу с Турцией. Поскольку без решения этой проблемы добиться окончания боевых столкновений в этом регионе Сирии будет крайне сложно. Александр Бутухов, Юрий Шолмов и Гурам Розилов. Первый канал. Сирия. Александр Бутухов, Юрий Шолмов.